В столице оштрафовали владельца автокрана, который врезался в окно многоэтажки. Ровно месяц назад тяжелая техника рухнула прямо на жилой дом и, пробив панорамные окна, оказалась на кухне одной из столичных квартир. Все это время в семье, где приземлился кран, арендовали квартиру. К счастью, пострадала только часть квартиры, и по заключению комиссии произошло это по вине крановщика. В машине не сработал ограничитель грузоподъемности. Также неправильно были выставлены опоры. В итоге кран провалился в грунт, потерял равновесие и рухнул на дом. Техника работала на строительстве паркинга по соседству. А поскольку застройка, как и везде в столице, слишком плотная, стрела попала прямо в квартиру. Сейчас никаких повреждений уже незаметно. А автокрановщик возместил весь ущерб, оплатил штраф в 10 МРП. Семье все это время снимало квартиру стройкомпании, которая наняла кран. Сами пострадавшие претензий больше никому не имеют. У меня работали датчики грузоподъемности, датчики определения высоты на заднем кране. И дисковая полификация машиниста автомобильного крана. По нему был выездник, приказ по предприятию и по администрации кодекса. Нами был наложен штраф. Он, как считается, сам хозяин, сам кран автомобиля, это автомобильный кран. Это как индивидуальное предприниматель, это его краны. Он никого не наймал, он сам ездит.